Оставив позади десятки стран Европы, я прибыл в Италию, вернее в Рим. Одному Богу известно, как долго я мечтал оказаться в вечном городе, сто крат воспетом лириками. Говорят, Италия магически притягивает. Если здесь побывать хоть раз, то обязательно вернешься. Работает, проверено на себе. Прежде я никогда не бывал в этой стране, но стоило заглянуть однажды, как последующие полтора года я снова и снова возвращался сюда. И так аж пять раз. Мистика да и только. Чем больше я возвращался, тем больше знакомился со славным прошлым армян этой страны, о котором я и поведаю, начиная со столицы Рима. Рим великолепен в любое время года, но я оказался здесь весной, когда пряные запахи цветущих магнолий и акаций дополняли каменную античность. Тот случай, когда виды и запахи удачно вписываются в контраст. Конечно же, мой Рим начался с Колизея, главной достопримечательности вечного города, который, судя по цифрам, младше Еревана на 29 лет. Кстати, здесь, на стенах Колизея, расположены карты Римской империи, где указаны ее территории и соседние страны, среди которых сама Армения. Увы, к самой стене подойти мне не удалось, так как вот уже пятый год римские власти строят здесь очередную станцию метро. Часть стен Колизея огорожена забором. За ним же оказались и те самые знаменитые карты. Лицезреть их можно только снова в 2020 году, когда заработает новая станция римского метро. Конечно же, Риму повезло больше, чем его старшему брату Еревану. В отличие от последнего, Рим владел огромными империями и оставался вечной столицей могущественного государства. В отличие от Еревана, он не подвергался постоянным разрушениям варваров – монгол, персиян, арабов, тюрок, сельджуков. От того в Риме, где не копнешь, там история. Вот и копают, и находят все больше и больше артефактов памятников старины глубокой, от античности до христианского периода. По всему периметру города встречаются развалины античных строений. Рим, он и есть Рим. С одной стороны триумфальная арка Тита, а сразу за ней храм Венеры и Ромы. Снова триумфальная арка, на этот раз Септимия Севера. Рядом римский форум. Вдоль дорог статуи римских императоров, величественно смотрящихся вкупе с руинами. И кто знает, если бы не случай, то одна из статуй здесь была бы посвящена армянину Мизизию. Византийский полководец Мизизий происходил из знатного армянского рода гнуни. Его имя представляет греческую транскрипцию армянского имени Мжеш. Мизизий прославился во многих полях сражений, дослужился и до императора. Правда, узурпируя власть, его провозглашение было следствием заговора против Константа II, намеревавшегося перенести столицу империи в Италию и отказавшегося возвращаться в Константинополь. 15 сентября 668 года в Сиракузах Констант был убит в бане с Акеларием Андреем, нанесшем императору удар корытом по голове. После этого заговорщики объявили новым императором Мизизия. Мизизий стал владеть Сицилией. Его заветным желанием было взятие Рима, однако в 669 году сам был казнен мятежниками. В Риме удивительным образом сочетаются разные эпохи, от античной до эпохи Возрождения, от фашистского режима Муссолини до наших дней. Этому городу все наряды к лицу, и он здорово отличается от всех остальных городов Европы. А о храмах и вовсе говорить не приходится. Иной раз кажется, что храмов здесь больше, чем магазинов с продуктами. И не важно, что не все они ведут службу. Немало таких, что давно закрыты, но сносить их не позволяет бережное отношение итальянцев к прошлому. Как, например, этот напоминающий храм Гарни в Армении. До 1571 года этот храм, который у меня за спиной и чем-то даже напоминает Гарни, назывался Санта Мария Эдичьяка, что в переводе означает «Святая Мария, покровительница проститута». Затем Папа Римский Пий V передал во владение этот храм Армянской апостольской церкви, который здесь и просуществовал, собственно говоря, до 1921 года. Название храма, как вы уже поняли, было дано неспроста. До 16 века здесь могли исповедоваться женщины легкого поведения, которые решили покончить со своим промыслом и встать на путь праведный. Дело в том, что проститутки даже для исповеди не могли заходить в обычные храмы. Но Папа Пий V дал такую возможность этим женщинам, лишив их отведенного им прежде храма. Армяне же на протяжении 350 лет отправляли богослужения в том храме, пока не обзавелись своим. Теперь их два. В Риме одна, более новая, принадлежит Армянской апостольской церкви. Второй храм – Армянской католической. Кстати, армянам-католикам в Риме не нужно было особо напрягаться и строить свой храм. Им их обеспечивал Папа. Например, Кьеза ди Сан Никола да Толентино – армянская католическая церковь Сурб Нихогаес. А внешне этот храм ничем не отличается от любого другого католического храма. Строение в стиле римско-католической храмовой архитектуры. Пройдешь мимо, и не сразу поймешь, что это церковь армян-католиков. Лишь внутреннее убранство выдает армянские оттенки, удачно переплетенные с итальянским. Не знаю, как вам, но мне страсть как понравилось такое сочетание. На сегодняшний день в Риме около 600 армян. Часть из них католики, другие придерживаются традиционного направления армянского христианства. Сами же армяне, хоть и не патриции, но далеко не чужие люди в вечном городе. Об армянах в своих книгах упоминал и самый известный итальянский классик, писавший о Древнем Риме Рафаэло Джованниоли, особо прославившийся книгой «Спартак». В этом историческом романе автор также упоминает Великую Армению и проводит исторические параллели между двумя государствами и народами. Итальянцы издревле нация читающая и созерцающая. Колизей тому свидетельства. И неудивительно, что именно в Риме античный поэт, сатирик, ювенал для описания устремления римского народа выразился фразой, ставшей крылатой «Хлеба и зрелищ». Для кого-то крылатый, а для кого-то буквальный. Например, римлянин Саркис Галчан владеет собственной театральной труппой. Саркис реализовал три разножанровых постановок трагикомедию «Телегоне», комедию в стиле кабаре «Библиотека танго» и драму, посвященную геноциду армян «Величайшее зло». Все актеры – итальянцы, кроме супруги Саркиса Марине. В настоящее время поставили еще один спектакль по пьесе Жан-Поле Сартра. Режиссером выступила моя супруга Марине. Начало положено хорошее. Пока ездим с гастролями по Италии, но надеемся, что наши постановки увидят и российские, и армянские зрители. Что касается «Величайшего зла», то он у нас в репертуаре каждое 24 апреля. Итальянский зритель очень требовательный, и нам крупно повезло, что постановка, посвященная геноциду армян, трогает их сердца. Это видно по бурным аплодисментам и лицам зрителей после окончания спектакля. Прежде чем покинуть Рим и отправиться с вами дальше по армянским следам Италии, заглянем еще к одному римлянину, который мало знаком нашему зрителю. Но стоило бы познакомиться. Знакомьтесь, Карегин Григорян. Родился в Ливии, но там провел только детство. Большую часть жизни живет в Риме. Близкий друг Монте Мелканяна. Всю молодость Карегин отдал движению армянского сопротивления и финансированию Асала. В конце 80-х Карегин угодил в тюрьму, не выдав ни одного своего товарища по Асала и движению сопротивления. Очень сожалеет о проведенных 20 годах лишения свободы только потому, что не смог вместе с Монте и товарищами принять участие в войне. После выхода на свободу Карегин собирает все, что связано с историей Армении и знает о ней все. Хоть и ни разу не бывал на исторической родине. В каких-то вопросах по армянам Италии Карегин помог и мне. Что за книга у вас в руках? Это книга об истории возникновения армянских колоний в Италии. В частности, в Ливорно и Венеции армянах, которые были первыми поселенцами в Италии в побережьях Венецианской лагуны. Здесь целая глава посвящена известным венецианским купцам Мириману и Шериману, перебравшимся в Венецию из Норд-Джуги. Они были очень богатыми людьми Европы и меценатами. В первой половине 16 века суда Шеримана или Шериманяна ходили по разным морям и океанам. Из Индии Киликии он привозил всевозможные товары в Венецию вплоть до драгоценных металлов и камней. Он финансировал строительство разных объектов в Венеции, имел монополию на шелка, ковры, пряности. Дружил с Габсбургами и в день свадьбы Екатерины Австрийской подарил ей трон, украшенный камнями и сохранившийся по сей день. Этот рисунок сделан акварелью. Это его фамильный герб? Это Шериман? Это Мириман. Изображение сделано в его годы. А вот это Шериман. А это изображение на его гробнице, которая находится в Ливорну. Это какие-то карты города Ливорну. А это медаль с изображением Миримана, крупного предпринимателя и банкира Ливорну и Венеции. Корригин Григорян оказался очень интересным собеседником, с которым запланированный час встречи обратился в трехчасовой. Порой казалось, что если его не остановить вовремя, то он будет рассказывать и рассказывать. Однако время неумолимо. Настал час не только слушать, но и видеть. Увидеть все своими глазами. А для этого мы отправимся сначала в Равену, город славного прошлого наших соотечественников армян. Минуя стыковочным автобусным рейсом Римени, к рассвету я прибыл в Равену, город, пропитанный историей и не только итальянской. Тем не менее, моя Равенна переносила меня в роман Войнича Овод, хотя в этом произведении ничего о Равене не говорилось. Просто именно такой, как Равенна, я и представлял улочке, по которым ходил главный герой Артур Бертон. Ведь действие происходило где-то здесь, в Эмилии Романья, административном центре, где расположена сама Равенна. После 402 года новой эры Равенна стала столицей Западной Римской империи, затем поочередно столицей государства Остготтов, Равенского экзархата и Лангопардского королевства. По сути, Равенна один из немногих городов Италии, где наряду с католической архитектурой можно запросто встретить византийскую православную. А дело вот в чем. В 540 году армия Велизария осадила и завоевала Равенну, включив ее в состав Византии. Велизарий имел огромный опыт ведения боевых действий, а начинал свою службу простым солдатом гвардии императора Юстиниана I. В 525 году нашей эры во время войны с Ираном Велизарий командовал небольшим отрядом, действовавшим в персидской Армении. Главным соперником Велизария был полководец Восточной Римской империи армянин Нарсес, который наряду с Велизарием стал одним из первых великих полководцев раннего Средневековья и даже больше. В разные периоды истории Нарсесу удалось покорить Остготов, вернуть Юстиниану контроль над Адриатикой и даже взять Рим. После победы при Бустогалором началась осада Рима. Осада продлилась недолго с учетом малочисленности готского гарнизона и того, что население в целом поддерживало византийского полководца. С помощью огромного количества лучников и осадной техники Нарсес ударил по главным воротам и в то же время Иоанн нанес удар по другой части. Вскоре Рим был взят, а Нарсес и его войско были торжественно встречены с жителями Вечного города. Рим Рим Римом, но если не брать в расчет то, что до второго прибытия Нарсеса в Италию под властью империи оставалась Равенна с ее окрестными землями, то армянского византийского полководца можно по праву считать единственным за всю историю военачальником, сумевшим покорить весь Апенинский полуостров. И главным врагом полководца Нарсеса были франки, которые отважно сражались за контроль над Адриатикой. Франки быстро собрались в строй, не дав захватить себя врасплох. Однако Нарсес затрубил мнимо отступление и франки, радуясь при мысли, что захватят полководца, положат конец войне, ринулись вперед, забыв о боевом порядке. Тогда византийцы развернулись, нанесли противнику столь тяжкое поражение, что оставшиеся живых тысячи франков беспорядочно бежали в лес. Этим он и заслужил признательность императора Юстиниана I, православного правителя Равенны и Римени. Находясь в Равене, я не мог не посетить православный храм византийского стиля Сан-Витали, который к тому же является визитной карточкой города. Большая часть базилики была заложена в 527 году, а все остальные позже с разницей в 100, а то и 200 лет. Здесь, в основной части базилики Сан-Витали, один из потолков украшен мозаикой. В центральной части Юстиниан I, А справа от него сам полководец Нарсес, вернувший императору власть над Адриатикой. Не скрою, гордость от такого соотечественника так и выбирается изнутри. И не только за этого соотечественника. В том же Сан-Витали находится саркофаг Экзар Равенны 625-643 годы Саака Арменина или, как его называют в католической традиции, Исаака Армену. Останки главы Равенны помещены в саркофаг вместе с останками его супруги Сусанны. А на самом саркофаге надпись «Здесь покоится отважный стратик, хранивший Рим и Запад в неприкосновенности Исаак Арменин из знатного армянского рода. С ним покоится его целомудренная супруга Сусанна в образе почтенной горлицы. Она непрерывно страдала после потери прославленного мужа, проявившего себя в боях в Ливанте и на Западе. Экзарх Исаак командовал армиями Запада и Востока. Саак Арменин происходил из армянского рода Камсаракан. Был не только талантливым экзархом, но и полководцем. Например, когда Маврикий совершил попытку захвата власти в Риме и провозгласить независимость от Византии, войско, возглавляемое Исааком Армено, вошло в Рим, арестовало Маврикия с мятежниками. Позже Маврикий был казнен. Согласно хронике франкского летописца VII века Фредегара, экзарх Исаак убил и графа Тосканы Тассо, вступив в сговор с королем Лангобардов Ариабальдом. Тем самым, по этой версии Исаак наследовал Элифтерию. Такова Анара Венна. Очень жаль, что многие наши соотечественники ассоциируют Армянскую Италию исключительно с Венецией, точнее с островом Сан-Ладзеро Дели Армении. Не умаляя достоинств острова и орден хитаристов, хочу заверить, что и на самом итальянском сапоге немало любопытнейших сведений об армянах от Бари до Милана. Однако, как водится, приехать в Италию за армянским и миновать Венецию невозможно, а значит вперед на Венецию. Прежде чем отправиться на остров Сан-Ладзеро Дели Армении, я побродил по Сан-Марко и заглянул во дворец Дожи, одну из главных достопримечательностей Венеции с 14 века, где уже в холле у самого входа во дворец размещена репродукция карты древнего мира, в которой обозначена в том числе и Армения. Но задерживаться здесь я не стал из-за огромного числа туристов. Тем более в двух шагах от Сан-Марко есть кое-что интересное. Если окажетесь на Сан-Марко, не забудьте заглянуть в старинный переулок Корсия де Армении, переулок, где истори проживали богатые армянские купцы Венеции. В ветхих переулках армян не осталось. Все они живут по всей остальной Венеции. Однако остался храм, который стал им в 1434 году. До этого здесь располагался армянский доходный дом Домус Арминору. Сохранились и надписи Сотопортего де Армении, что говорит о бывших владельцах этих старинных дверей и окон. Армянский и венецианский купцы были известны по всей Европе и Ближнему Востоку. Доказательство тому и известное полотно итальянского художника XVIII века Джованни Гревенброха «Армянский купец из Венеции». Тем не менее нельзя сказать, что армянская Венеция ассоциируется исключительно с купцами. Отнюдь. В этом городе развелись ряд наук, которым армяне преуспели многих европейских народов. Например, в 1512 году в Венеции зародилась армянская книгопечатание, а в середине того же столетия книгоиздательскую деятельность Венеции развил Абгар Тохотеции. В Венеции трудился врач и ученый XVII века Джорджио Балииви, который трудился в больницах не только Венеции, но и Падуи, Флоренции и Болонии. Джорджио Балииви родился в армянской семье в Далмации в 1668 году. Впоследствии семья перебралась в Апулию, где Джорджио вырос и занялся медициной. Изучал скрытые тела животных, сделал физиологические открытия и экспериментировал с токсичными препаратами. Считал, что врачи слишком легко становятся рабами теории системы гипотез. В соответствии с духом своего времени критиковал принятые медико-философские системы и в качестве альтернативы отстаивал принципы рационального клинического наблюдения. Также стоит вспомнить еще одного средневекового ученого Антона Суриана, инженера-судостроителя 16 века, чьим именем назван один из причалов исторического района Венеции Канарэджо. Антон Сурьян или как его называли Венеции Антон Армено в середине 16 века прибыл сюда в Венецию. Будучи опытным специалистом в судостроительстве и мореплавании он обращается к одному из дожи Венеции с предложением использовать его способности в интересах морской республики. За свои способности и ценные практические предложения он получил прозвище еще и архитектора. Антон Армено или Антон Арменин разработал новую систему спуска кораблей на воду. Создал устройство для очистки морского дна от накопившейся тины. Его слава возросла еще больше после того как в 1571 году в битве при Лепанто он умело расположил установленные на венецианских кораблях орудия обеспечив точность их попадания. Расчеты были проведены безошибочно и в морском бою турки были разбиты. Поражение турок в битве при Лепанто стало судьбоносным для всей Европы. Сегодня Венеция это уже не отдельная республика, но следы славного прошлого этого города видны всюду. Великолепные дворцы, парки, мосты, акведуки порой див удаешься тому, как все это удерживается буквально на плаву. И как вообще в этих каналах венецианцы бились с иноземцами, отстаивая свой город, свою республику. И, разумеется, приятно, когда в аналог истории этого славного города среди его защитников значатся и армянские имена. И более того, назван целый остров в честь святого Лазаря Армянского Сан-Ладзеро Дели Армении, куда мы сейчас и отправимся. Уникальность Венеции состоит в том, что большая часть улиц и переулков находятся на воде и называются каналами. Наиболее крупные каналы оснащены портовыми сооружениями для городского транспорта. В их роли выступают непривычные нам автомобили, автобусы и троллейбусы, а водный транспорт. В качестве прогулочного транспорта используют гондолы и яхты. В качестве такси моторные лодки. Общественного транспорта в Апоретто. Именно на нем можно добраться до острова Сан-Ладзеро Дели Армении. Сюда из Сан-Марко каждый час отправляются в Апоретто с причала номер 20. 18 минут в пути и перед взором предстает остров Сан-Ладзеро Дели Армении. Этакая крошечная европейская Армения Венецианской лагуни. До 16 века на острове находился венецианский лепрозорий Святого Лазаря, который и дал название острову. В 1717 году сюда прибыл армянский католический монах Манук Ди Петро Мхитар Севастийский, бежавший ранее вместе с группой последователей из Мореи, которая стала ареной военного противостояния между Венецией и Османской империей и отдавшейся под покровительство Папы Римского. На острове Мхитар Севастийский или как называют его армяне Мхитар Себастацы основал религиозный орден, который позже его сторонниками был назван Мхитарисским и армянскую католическую общину. Остров был благоустроен, площадь его увеличилась почти в 4 раза до 30 тысяч квадратных метров. На нем были разбиты парки и сады. К 1742 общиной на острове были построены монашеские корпуса с храмом и библиотекой. В 1816 году на острове часто останавливался известный английский поэт Лорд Байрон, который знакомился с армянской культурой и изучал армянский язык. Комната, где жил Байрон, сейчас используется как его музей. Необходимо заметить, что именно Байрон в соавторстве с монахами Мхитарского братства издал первый англо-армянский словарь. Также поэт принял авторское участие в составлении первого армяно-английского грамматического учебника. Один из европейских писателей как-то заметил, что если греки не поставят памятник Байрону, воздвигнуть его должны будут армяне. Так и случилось. Уже у самого входа на остров гостей встречает каменное изваяние лорда Байрона. Сказать о том, что я, словно обезумевший, взглядывался в экспонаты мхитаристов, ничего не сказать. Здесь и подлинники Айвазовского, жившего и творившего некоторое время в Италии, а некоторые полотна и вовсе написаны на этом же острове, здесь и картины других европейских и армянских художников. Сотни предметов, которыми владели величайшие люди Европы, начиная со средних веков. Холодные орудия, принадлежащие монаркам, в том числе меч последнего короля армянского киликийского царства Левона Пятого. Отдельно стоит сказать и о коллекции книг и рукописей. Библиотека включает коллекцию старинных книг более 150 тысяч экземпляров, из них собрание манускриптов насчитывает более пяти тысяч рукописей, среди которых четыре тысячи рукописей армянские. Монастырь превратился в крупный научный центр по ориенталистике. И не зря в 1810-м Наполеон Первый присвоил статус этой библиотеки Академия Армена Санкти Лазари, после чего членами этой академии стали многие востоковеды, лингвисты, историки. А здесь жум хитаристов находилась и собственная типография, где печатались книги на армянском, английском, французском, итальянском, русском и других языках. К примеру, на острове Сан-Ладзиро Дели Армении до середины 20-го века печатался известный альманах «Русская лира» на русском языке, где выходили произведения русских литераторов-эмигрантов. Да и вообще связь михитаристов с русскими имеет давние корни. Здесь на клочке итальянской Армении бывали в разные годы российский император Александр I, граф Петр Толстой, художник Александр Иванов, поэт Василий Жуковский, писатели Николай Васильевич Гоголь и Иван Сергеевич Тургенев, композитор Петр Ильич Чайковский. В настоящее время на острове монахами проводятся экскурсии, в ходе которых посетители знакомятся с большой коллекцией восточных древностей, включающей полностью сохранившихся египетских мумий. А в будние дни здесь яблоку негде упасть. Вход платный, правда, у армян привилегии. Они могут наслаждаться всеми экспонатами бесплатно. Думаю, армяне, которые интересуются своей историей, хоть раз в жизни просто обязаны побывать в Сан-Ладзаро Дели-Армении. Здесь можно найти ответы на многие интересующие вопросы истории Армении, ее культуры, литературы, искусства. Получится своего рода культурно-просветительское паломничество. Однозначно, Сан-Ладзаро Дели-Армении достоин посещения. Этот живописный уголок Венеции кусочек не только Армении, но и европейской мысли, европейской ориенталистики, если хотите. Советую приезжать сюда в будни, когда туристов немного и желательно с самого утра. Тогда вы сможете в первую половину дня ознакомиться со всеми экспонатами, выставленными здесь, а во второй половине дня отдохнуть в прекрасном саду пхитористов. Только необходимо запастись едой. С этим на острове сложно. Насладившись вдоволь отсюда вы можете отправиться снова в Венецию на Вапоретто из того же пирса, из которого вы сделали свои первые шаги на Сан-Ладзеро делье Армении. Ну что ж, оставим позади Сан-Ладзеро делье Армении и перейдем к заключительной части нашей эпопеи по армянским следам Италии. Надеюсь, вас заинтересовал остров и вы при первой же возможности побываете здесь и увидите все сами. Ведь ни одна камера не передаст все то, что можно увидеть и оценить собственными глазами. Италию сложно назвать страной, где проживает огромная диаспора армян, как, например, во Франции. Однако, как вы уже поняли из нашего краткого экскурса по Италии и предыдущим странам, если те же французские армяне тверды почвой, то итальянские армяне, коих меньше в количестве, тверды корнями. Италия, как и Армения, страна набожная. Здесь повсюду храмы, монастыри, образы, символы, разница только в архитектурном исполнении. Ведь итальянцы и католики, тогда как армяне, в большинстве своем приверженцы древневосточного православия. Но искусство не знает ни границ, ни религиозных разногласий. К примеру, в Италии 11 святых армянского происхождения. Взять ту же Флоренцию. В этом городе особо почитается Минас Флорентийский, как первый ученик города. А в честь него возведен храм Сан-Миниато Альмонте. По преданию он был армянским принцем, богатым, черствым и расточительным. Одумавшись и совершив покаянное паломничество в Рим, он удалился в пещеру около Флоренции, где стал вести отшельническую жизнь. Святой Минас оставался там до того времени, когда император Деции решил предать его мученической смерти. Сан-Миниато на куски а огонь, газ и тогда святому отрубили голову. Согласно житию, после казни, мученик поднял голову и отправился умирать в родную пещеру. Дел'imperatore romano Децо. Il легame tra l'Armenia и л'abbazия di Сан-Миниато è quindi fortissimo. Per questo, nell'ambito delle celebrazioni del millenario dell'abbazия, è stato ospitato un рito armeno antichissimo, la benedizione dell'acqua. Как все традиционные в день Наталья эпифания che noi facciamo insieme che z'armenas apostolica questo fa insieme se ginaio. Впоследствии, приблизительно в IV веке, там воздвигли часовню, а в 2018 году епископ Гильдебранд решил воздвигнуть здесь церковь, которая долгое время считалась самой красивой в городе. Итальянцы называют Минасо Миниато, а внутри храма мозаика, изображающая святого Миниата справа от Христа, держащим корону, и надпись на латыни «Принц Армянский». Справедливости ради замечу, что большая часть формирования значительной армянской колонии раннего Средневековья стала результатом как крестовых походов, так и позднее тесных торговых связей между Киликийским Армянским царством и итальянскими городами, республиками Генуя, Венеция и Пиза. Между 1240 и 1350 годами, согласно Гевонду Алишану, армянские церкви существовали в 25 итальянских городах. Как пишет Кастан-Зарьян, армяне построили 34 церкви и монастыри в Италии. В 13-14 веках в Италии насчитывалось около 40 армянских церквей. Армянская церковь святого Варфоломея в Генуе 1308 год известна тем, что там с 1384 года хранится спас нерукотворный один из двух мандилионов. С годами в Италии армян становилось все меньше и меньше. Одни мигрировали, другие растворились в итальянцах. Особенно в городе Бари, регион Апулия, и на Сицилии, где истори проживали армяне. А в 668 году в Сицилии и вовсе правил армянский монарх из рода Гнуни Мезизии Мжеш, о котором я уже упоминал. Так вот потомки войска Мезизия из армянского византийского полка оставались на Сицилии до 20 века. Именно они уже в годы геноцида армян в Османской Турции сформировали в Палермо добровольческий отряд и отправились спасать своих соотечественников. Часть отряда охраняла коридор Дерзора, другая часть отправилась в служение армянского региона чести, организованного Погоснубаром Ивааном Кардащаном. Армянские добровольцы из Палермо без страха, с большой жестокостью и гневом уничтожали регулярные отряды турецкой армии. После геноцида в Италию стали прибывать новое поколение армян, осевших, как правило, в северных ее регионах. Многие из них прославили новую родину своими талантами. Например, Джакумо Чамичан, ученый-химик, чье имя носит Химический университет в Болонии, художники Паоло Кисидиан и Карло Чазарни Сарухан, оратор Андрео Джангирян, а имя итальянской писательницы Антонии Арслан стало популярным после выхода ее книги «Усадьба жаворонков», которую экранизировали режиссеры Виторио и Паоло Тавиани, назвавшей ленту «Гнездом жаворонка». Подводя итог по армянским следам Италии и скажу, что армяне в этой стране имеют героические следы. Маленький народ оставил большой отпечаток в истории Апинин и занял почетное место среди нацменьшинств этого европейского государства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...